Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Какой-то окон идет у вас, может быть, прикрытие, или что-то... А, нет-нет, не у вас, это вот у Фифилова Елены Федоровны. Надо выключить телефон. Так, сейчас мы попробуем это сделать. Все, пожалуйста, теперь все, хорошо. Ну, начать свое выступление я хочу со слов Гёте. Просто знать еще не все. Знания нужно использовать. И вот сегодня в течение всего нашего заседания, всего нашего общения, мы все время говорили в большинстве случаев о межпредметных связях. То есть мы связывали математику и с литературой, и с историей. Ну, вот я хочу также продолжить эту тему и поговорить о связи математики и физики. Значит, поделюсь своим опытом, как мы на уроках алгебры решаем задачи физические для того, чтобы детям показать, как же все-таки математика нужна во многих науках. Ну, а в физике уже сам Бог велел. Значит, межпредметные связи являются условием глубокого и всестороннего усвоения основ всех наук. Но, Нова Александровна, если вы вдруг листаете, то нам не видно. Нет, 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 пока я не листаю. А, все, хорошо, извините. Так, дальше. Реализация таких связей экономит время и создает условия для закрепления умений и навыков учащихся. При изучении любого предмета важна мотивация. Любая задача решается и запоминается гораздо лучше, если она формулируется и решается после рассмотрения некоторых физических явлений или каких-то технических проблем. Одно из важнейших понятий математического анализа является производная функции. То есть, когда мы на уроках алгебры рассматриваем понятие производной, изначально мы рассматриваем, что такое приращение аргумента, что такое приращение функции, и потом даем детям определение производной. И вот здесь мы обращаем внимание на то, что производная – это именно отношение приращения функции к приращению аргумента. Ну и далее мы опять-таки заостряем внимание на том, что производная характеризует скорость изменения функции по отношению к изменению независимой переменной. И вот здесь, когда мы говорим о изменении именно функции, о изменении приращения функции к приращению аргумента, то задаем вопрос, а когда еще у нас идет изменение какой-то величины от чего-то другого? То есть, когда что-то изменяется? И в данном случае ребята говорят о том, что первое понятие, которое приходит нам в голову – это путь и, соответственно, скорость. То есть, скорость – это изменение пути за определенный какой-то промежуток времени. И вот после того, как мы разобрали уже формулы производных, мы переходим уже к решению задач. И я ввожу, стараюсь вводить сразу задачи из ЕГЭ. Ну вот, например, такая задача. Материальная точка движется прямолинейно по закону. И, соответственно, нужно найти скорость. Опять-таки, возвращаемся к определению производной. И вспоминаем, что, в принципе, производная и есть формула, по которой мы можем найти нашу скорость. Ну и, соответственно, применяем формулу, находим формулу зависимости скорости от пути. Это первая производная. Ну и далее дети легко это вычисляют и считают, чему равна в данном случае скорость. Далее ставлю условия. Ну хорошо, вот нам нужно найти скорость. А если у нас есть скорость, а мне нужно, например, найти время, а формула задается именно формула пути. Как же в данном случае поступить? Ну вот примером такой задачи является вот эта задача. Материальная точка движется по закону. И тут два условия. Первое. Найдите скорость в определенный момент времени. А второе условие. В какой момент времени у нас есть скорость? Скорость будет равна 409 километров в секунду. Ну и тут ребята говорят, ну тогда, если у нас есть скорость, мы формулу скорости можем подставить наше значение и, соответственно, уже вычислить тот момент времени, в который достигается данная скорость. Далее смотрим. Ну что еще? Мы часто говорим, ну давайте посмотрим на те задачи, которые являются физическими задачами, ну которые мы можем легко решить с помощью нашего математического анализа. Вот тоже пример задачи. Составляется электрическая цепь из двух параллельно соединенных сопротивлений. При каком соотношении между этими сопротивлениями сопротивление всей цепи максимально, если при последовательном соединении этих сопротивлений оно равно R. И вот здесь приходится вспоминать некоторые формулы, которые они изучали на физике, потому что ничего у нас по задаче не дается из курса математики. А как же нам в данном случае все это сделать? Ну и здесь мы вспоминаем, что R сопротивление цепи состоит из двух параллельно соединенных и, соответственно, у нас есть определенная формула, по которой мы можем это найти. Далее мы применяем подстановку, то есть уже решаем систему уравнений. И далее, найдя производную, мы все это считаем и говорим, что максимальное значение при х равном R деленное на 2. Ну вот задачи такого типа мы решаем как бы на уроках не сразу. изначально мы советуемся с учителями физики, они где-то повторяют этот материал на своих уроках, а потом мы можем несколько задач такого типа дать и на уроке математики. Далее. Когда мы рассматриваем еще задачи на накаждение производной и, соответственно, с помощью производной решаем задачи, мы можем сказать о таком понятии, как работа. Рассматривая работу, мы возвращаемся к такому понятию, как сила. От чего зависит работа? Работа зависит от силы. Соответственно, мы можем сказать, что производная работы и есть сила. Значит, если мне нужно найти некоторую силу, а у меня есть формула, по которой задается работа, я найду производную от работы и, соответственно, могу найти ту силу, которая в данном случае мне нужна. Следующее. Следующее понятие – это заряд. Опять-таки мы говорим, ну хорошо, работа может быть у нас механическая, работа может быть еще какая-то, но есть еще такое понятие, как электрический ток. И электрический ток, он имеет некоторые постоянные. Это сила тока, это напряжение, это сопротивление и, соответственно, сила тока и заряд, который переносит электрический ток, они между собой связаны. Ну и в данном случае, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что заряд – это есть производная от силы тока. Ну и далее, когда мы это обсудили, когда ребята вспомнили физику, потому что в 10-11 классе есть дети, которые поступают в вузы с профилирующими предметами, такими как математика и физика, эти ребята нам помогают и, соответственно, мы уже можем все это обсудить и решить задачу. Ну вот примером задачи на заряд. Заряд, протекающий через проводник, меняется по определенному закону. Нужно найти силу тока в момент времени. Когда мы смотрим на эту задачу, мы начинаем с обсуждения и говорим, ну хорошо, если мы знаем, что сила тока – это есть производная, значит, нам нужно найти производную данной функции. Ну и перейдя к самой функции, почему мне задача такого типа нравится? Потому что здесь, во-первых, у нас функция сложная, во-вторых, здесь присутствует тригонометрия, и ребята должны вспомнить те формулы, которые нам необходимы для решения этой задачи. Ну вот решение. У нас сила тока есть производная от заряда, соответственно, мы находим производную, подставляем наше время и находим, что сила тока равна 2 амперам. Следующая задача. При извержении вулкана камни горной породы выбрасываются перпендикулярно вверх с начальной скоростью, к какой наибольшей высоте достигнут камни, если сопротивлением ветра пренебречь. И вот здесь мы опять-таки, извините, не очень хорошо, наверное, видно, мы опять-таки идем к формуле, к физической формуле, от чего зависит высота и вспоминаем формулу V нулевое на t минус 1 вторая g на t квадрат. Ну и далее, опять-таки, мы подставляем, находим производную и, соответственно, уже находим нашу высоту. Следующая задача. Тело, масса которого 5 килограмм, движется прямолинейно по закону, где s измеряется в метрах, а t в секунду. Найдите кинетическую энергию тела через 10 секунд после начала движения. Но опять-таки, мы скажем, что в данном случае энергия у нас будет зависеть от s. И, значит, опять есть некоторая связь с нашей производной. Почему? Потому что у нас есть s, но когда дети вспоминают формулы, то энергия, она сама не зависит от производной. От производной зависит скорость, которая фигурирует в формуле энергии. А раз так, а у нас нет скорости, а есть только формула пути, значит, мы берем путь, мы находим нужную нам скорость, в данном случае до 19 метров в секунду, подставляем нашу физическую формулу и получаем ответ. То есть, ребятам такие задачи нравятся. Почему? Потому что они должны вспомнить и физику, они должны посмотреть, как же на самом деле применяется производная. Потому что часто на уроках дети говорят, ну вот зачем нам ваши производные, ну зачем нам ваши интегралы, да где они мне вообще в жизни понадобятся и пригодятся. Ну вот здесь как бы идет иллюстрация данных понятий и где они нужны. Следующая задача уравнения колебания тела на пружине имеет вид. В какой ближайший момент времени скорость тела будет максимальной. Ну и здесь опять-таки мы должны будем посмотреть, обсудить и сказать вот решение скорость. Значит находим формулу скорости и находим что в момент времени и деленное на 4 секунды у нас будет необходимая нам величина. Следующая задача количество электричества протекающие через проводник начиная с момента Т нулевое задается определенной формулой. Найдите силу ток. И опять как в предыдущей задаче просто у меня вот здесь задачи немножко не в том порядке идут. Ну как в предыдущей задаче мы сказали что если мы ищем силу тока то сила тока есть производная от заряда и ребята уже устно могут найти в данном случае необходимый нам ответ. То есть у нас получается сила тока равна 19 ампер. Следующая задача опять-таки на производную но эта задача уже когда изучили возрастание убывания функции когда мы изучили экстремумы функции можно дать задачу вот такого типа тело выпущенное вертикально вверх движется по определенному закону найти скорость найти скорость в определенный момент то есть момент соприкосновения с землей и найти наибольшую высоту подъема тела. Ну и как всегда задачу мы сначала обсуждаем мы говорим что мы можем сделать сначала и что же мы можем в первую очередь найти ребята хорошо запоминают что скорость это есть первая производная от пути и они мне говорят чтобы найти скорость нужно найти производную от пути подставить момент времени и соответственно ответить на вопрос далее я начинаю спрашивать а вот как же решить дальше кто-то может сказать кто-то начинает затрудняться я предлагаю им ребята давайте построим график и посмотрим как же это дело будет происходить как же будет лететь наше тело построив данный график и видя что тело мы его подбросили оно взлетело до определенной высоты а потом начинает падать значит наибольшая высота у нас будет вот с точки максимума ну и здесь уже звучат предложения как же можно эту задачу рассмотреть как же можно ответить на все поставленные перед нами вопросы Владиславовна хочу вас ускорить время закончилось закончилось сюжет ладно я сейчас быстренько пробегу то есть эту задачу мы решаем отвечаем на все вопросы повторяем наименьшее наибольшее и так далее дальше при изучении первообразной мы опять-таки рассматриваем саму первообразную рассматриваем формулы первообразной а затем уже при изучении криволинейной трапеции мы даем ей определение рассматриваем где у нас начальная конечная точка то есть пределы и вот здесь возвращаемся к производной и говорим если скорость есть производная пути то тогда путь есть первообразная от скорости и соответственно используя эту формулу мы уже считаем вычисляем путь за определенный промежуток времени по нашей задаче также обращаю внимание детей что такие задачи есть у нас и в кимах по физике соответственно когда нужно найти определенный ну то здесь на тему постоянного электрического тока вот здесь дается график здесь ребята сразу видят трапецию могу сказать и говорят зачем нам здесь в данном случае интеграл причем здесь нужно разбивать на части находить площадь каждой части когда мы можем спокойно найти площадь трапеции я говорю молодцы так и действуйте ну вот далее я хотела сказать еще также о работе потому что сила есть производная работы значит возвращаясь обратно мы говорим что работа есть первообразная силы и с ними решаем данные задачи ну вот здесь у меня они как бы есть тут есть физические формулы заканчиваем заканчиваем все спасибо за внимание то есть задач очень много и бывает очень интересно их рассматривать с детьми детям это нравится вот сейчас мы как бы с физиками с нашими говорим мы хотим за до 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 до